Друзья, всем привет! Необычный формат записи. Наверное, вы не ожидали увидеть вот такой формат, потому что в последнее время, естественно, я снимаю растения на полках, но сегодня какая-то катастрофа у нас случилась. У нас нет света, у нас нет воды, но в связи с погодой. У нас нет воды, у меня не работает Билайновский интернет совершенно, видимо, что-то там с башней, потому что ветер был ужасающей ночью. И вот с самого утра, наверное, часов 7 нет ни света. И пока на телефоне есть зарядка, думаю, ну чем заняться? Что можно, друзья, сделать, когда нет света, воды, когда ничего нет? Все дела стоят и даже не знаешь, чем себя занять. Я не представляю, как раньше жили в древности вот эти древние люди, которые жарили мясо на кострах, как они жили без интернета, как они жили вообще без света. У меня, тем более, еще отопление подключено к свету, потому что насос работает от электричества. Если электричества нет, то и насос не работает, значит, соответственно, не работает отопление. В общем, у меня дома холод. Ну и думаю, ну раз уж холод, значит, до кучи можно открыть окно и снять видео. Ну вот, друзья, значит, сегодня я показываю вам вот этих лошадок своих оставшихся. Коней. Ну и потом покажу завершение красулы. Так, с чего начнем? Давайте начнем с Afterglow. Ну, Afterglow, ой, какой ветрище ужасный. Afterglow, ну вот эта себя чувствует намного лучше, чем та, которая чувствует себя на кухне. Может быть, ей здесь простора больше. Вообще, это свободолюбивое растение. Конечно, она обожает улицу, это эхиверия. Ну и обожает, конечно же, простор. Ну вот, по сравнению с тем, что на кухне, конечно, она пошикарнее выглядит. У нее тут даже она закучерявилась, чего летом с ней не наблюдалось. Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, никаких аномалий в ее развитии я не вижу. Это вот эхиверия шавиана стриктифлора. Ну, я не отношу ее к лошадкам. Ну, просто вот так получилось, что ей не хватило места там на полках, и ее пришлось поместить сюда. Это Топси Турви. Топси Турви компактненькая цветоносище вот у нее. Сейчас я его оторву, срежу. Вот он, длиннющий цветонос этот, мусорит. Листики отсыхают. В общем, он ей не нужен, только соки сосет. Это, друзья, красула. Морганс Бьюти. Вот коричневые вот эти листья. Это... Ну, я не буду сейчас на этом задерживаться. Я чуть-чуть попозже сниму про это видео. Это вот ржавчина на листьях. Она случилась еще в прошлом году с ней. И вот за это время макушечки новенькие отросли. Но ей, конечно же, катастрофически не хватает места. Ей очень тесно в этом горшке семерки. Смотрите, какая махина сидит в семерке. Вот, поэтому она сейчас не очень хорошо развивается. Но, по крайней мере, макушки у нее компактные. И более-менее она выглядит нормально. Так. Это красула. Эта красула продается, потому что я привозила последнюю Корею. И я просто нечаянно ее вычеркнула из списка продаж. И потом, когда посылки уже все собрала, смотрю, она у меня осталась. Одна единственная. Она размещена на Авито. Кому нужно, смотрите. Так, липстик, конечно же, потерял свой окрас. Ну, вот эти каемочки еще красненькие. А вот те верхние листья уже, конечно, не с такой яркой каймой. Но все равно она, смотрите, ушки у нее кверху. Света ей, ну, более-менее хватает. Это эхиверия, то есть пахиверия. Амагена албакорината. Я ей планирую сносить голову в ближайшем будущем. Ну, просто дожидаю, когда все у меня суккуленты, там некоторые, которые на ножках, немножко подрастут, чтобы срубить им все головы одним махом. Ну, чтобы этим заниматься, как бы, в один день. Не растягивать это на разные дни. Ну, конечно, растение интересное, красивое. Смотрите, сколько у нее детей. Хотела сказать, под юбкой, но юбки-то уже здесь и нет. Здесь уже просто длинная нога. Юбку она свою уже давным-давно отсушила. Вот, сухой листик упал. Всех их надо, конечно, полить сейчас. Ну, наверное, я их буду поливать через 3-4 дня с актарой, как и планировала. И вот, пока они постоят вот так. Смотрите, какая интересная она. Причем это эхиверия, пахиверия, вернее, но я ее называю все время эхиверия. Она изначально, когда вот росла у меня, я не помню, где я ее брала. По-моему, покупала в какой-то частной коллекции давным-давно-давно. Может быть, года 4 назад. Не помню уже. И вот она была сначала обычной. Потом вот у нее уже, по-моему, два раза я ей срубала голову, переукореняла. И вот сейчас эта голова за два года вот несрубленная выросла на длинной ноге. И она вот, смотрите, начинает вырегатиться. Вот у нее полосочки на листях варегатные. Причем и детей она дает таких же варегатных. А вот листик вообще лезет такой хоботочком. Ну, прикольное растение. Из листа, кстати, у меня однажды получилось крестатное растение. И причем крестатное варегатное. Это вообще было чудо. Ну, за неимением места, естественно, оно потом от меня уехало. А так, экземпляры от нее получаются очень интересные и забавные. Ну, и вообще само растение красивое. Оно так вот серенькое. При ярком свете оно становится вот такое. Я видела экземпляры, которые вообще ярко-ярко такие розовые, малиновые. Ну, опять же, зависит от условий. Может быть, ей грунт не нравится. Но она уж тут сто лет в этом грунте сидит. Я в следующий раз, который будет для нее этот раз, я пересажу ее в более бедный грунт. Посмотрю, что будет. Вот сейчас она сидит в грунте. Там, по-моему, даже сто лет уже не пересажена. По-моему, там даже есть примесь чернозема. Посмотрю, как она будет себя вести в бедном грунте. Так, дальше едем. Это какая-то она тут зеленая на камеру. Ну, вообще-то она не зеленая. Она так голубая, с розовым. Ну, ладно. Какую снимает, такая есть. Это шантилья. Ну, шантилья неплохо себя ведет. Кучеряшечки у нее классные. Загинается. Все с ней хорошо и прекрасно. Так, это Эхиверия Трампит Премиум. Это та, которая с бородавками на тыльной стороне листа. Вот смотрите, вот такие бородавки. Но вот летом уже где-то, наверное, с августа и дальше, 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 она перестала выдавать мне бородавки. Может быть, условия, конечно, были слишком жесткие, потому что жара была ужасная. Потом, когда начались холода, я их практически не поливала. И, видимо, вот это, вот эти условия содержания привели к тому, что у нее стали исчезать бородавки. Ну, вот я сейчас вынула, посмотрела. Вот на каждом листике, который лезет, уже есть по бородавочке. Ну, все, ура, ура. Я планирую свои растения, друзья, после того, как я их обработаю октарой, я их там, ну, в следующий полив, который пройдет там дней через 10, планирую их обработать, ой, обработать, подкормить чем-нибудь. Ну, подкормки у меня, по-моему, вообще нет. У меня есть какой-то супер вид, какой-то японский витамин для растений. Ну, концентрированный витамин. Там прям, по-моему, одна капля, то ли на 2 литра воды, то ли на 3 литра воды. Ну, прям супер концентрация сильная. Вот все, что есть у меня сейчас из удобрений. Это вот это средство, и вот им я подкормлю. Других у меня удобрений нет для кактусов, суккулентов тоже нет. Я сейчас никуда не езжу, нигде не бываю. А заказать, ну, можно на Валборис, конечно, заказать. Ну, вот как-то забываю, делала какие-то заказы недавно. Заказывала утеплитель на Валборис, а вот про удобрения, ну, просто у меня вылетело из головы. Но одно удобрение заказывать не буду, потому что там будет еще платная доставка. Если один товар заказываешь, то у меня, конечно же, оно выйдет дороже намного, чем просто бы я его купила с бесплатной доставкой. Так, это Эхиверия, ну, сейчас выну. Так, неудобно снимать. Это Эхиверия Кремти. Вот Кремтишка такая, лошадь выросла. Просто лошадь, конь какой-то, я не знаю, сколько сантиметров. Ну, смотрите, рука моя, у меня рука крупная. Ну, она, наверное, в три моих руки. Вот. Вот такая лошадушка. Тоже цветонос, надо его чикнуть. Хочу, друзья, купить себе, как инвентарь рабочий, садовый, инвентарь для суккулентов, хочу купить себе небольшой секатор. Но нигде его не встречаю. Девочки, если кто-то видел где-то, если у кого-то есть, пожалуйста, дайте ссылку вот здесь в комментариях. Я думаю, что многим она пригодится, потому что, ну, я считаю, это необходимый инструмент, потому что ножницы вот туда плохо подлезут. Потому что ножницы надо раздвигать, чтобы вот эта палочка зашла между двух носиков. А секатором сверху чик, и все. Ну, большой садовый секатор, конечно, это не вариант, потому что он, я не знаю, им только что рубить-то. Ну, явно не головы хивери. Хотя можно, конечно, но хочется маленький, потому что я знаю, что есть маленькие секаторы такие, миниатюрные. Но вот нигде я его не встречала. Это, друзья, Эхиверия Даймонстед. Она у меня, ну, наверное, с середины лета начала двухголовиться. Вначале я думала, что это цветонос, потом нет. Смотрю, это отдельные растения. Вот смотрите, сколько листьев сухих. Сейчас надо их все ободрать. Причем я их обдирала, ну, не знаю, недели две назад я их обдирала все. Хорошо поливала растения и обдирала вот эти все сухие листья. Это вот все, что отсохло за две недели. Прямо стремительно отсыхают. Вот этот побег, который меньше, он, видите, стоит, наверное, мордочкой к стеклу, а этот стоит мордочкой к лампу. Смотрите, к лампе, смотрите, какая разница. Прямо окрас, конечно, разительно отличается. Это зеленое, а это красное. Ну, вот как растут вот эти листья, мне не нравится. На Даймонстед уже не похоже. Вот улица, конечно, ей тоже больше импонировала, потому что вот на улице у нее были такие листья размашистые, острые, ну, какие должны быть. А сейчас в комнатных условиях она вот преображается, ну, не знаю, в лучшую сторону, в худшую, но мне не нравится. Ну, то же самое вот. Листья становятся круглые. То есть вот эта форма классическая, вот эта Даймонстедская, она уходит. Ободрала несколько сухих листьев, вот те, которые полусухие, я такие листья не отрываю. Я уже говорила вам, что растение еще берет питательные вещества из этих полусухих листьев и отрывать я их пока не буду. Я отрываю только те, которые сами отрываются легко. Докоснулся и он отпал. Вот смотрите, воздушные корни выпустила. Вот сейчас прям бери вот этот побег, срезай, подсуши там 2-3 дня и сажай в землю. Прямо уже готовые материалы. Не нужно ждать, когда она даст корни. Кстати, когда я ее сажала, она очень у меня долго принималась почему-то. Вообще Даймонстед, они, я бы сказала, неприхотливые и такие быстрорастущие и быстродающие корни. Но вот у меня что-то не так было и она у меня долго принималась. Ну вот сейчас выпустила корешочки. Но я пока не планирую ее отрезать. Пусть она так растет. Вот такая красоточка. Ну, конечно, цвет у нее сейчас не такой, как был летом. Летом она была прям темно-темно-вишневая. Если есть фотка, постараюсь вставить. Ну, а так, ну, вроде красненькая, вроде и неплохо смотрится. Друзья, это Эхиверия Шавиана Роза Рейнбоу. Вот то, что сейчас с ней происходит, меня, конечно же, удивляет. Смотрите, на ней вот на листиках выступы вот эти точно такие же, как на Эхиверии плавник дракона. Шантили есть вид шантили, плавник дракон. У меня есть видео про виды шантили. Я там рассказываю, там есть фотографии, я вставляю. Кому интересно, посмотрите. Вот, и сейчас вот у этой Эхиверии точно такие же начинают выпускаться листья. Ну, конечно же, с формой, присущей вот этим растениям, ну, вот какие-то вот эти вот наросты зеленые, варегатные, полностью хлорофильные. Очень интересно. Цвет у нее, конечно, сейчас не такой, как летом, но все равно вот что-то вот. Смотрите, как даже замутировал вот этот листик зубчиками весь. Очень интересно, что потом, как он раскроется, какой это будет лист. Прям очень интересно. И следующий тоже вот такой же зубчиками, который вот слева. Ну, справа побольше зубцов. Ну, вообще, конечно, растение шикарное вот это. Я не знаю. Ну, в принципе, можно, наверное, его к весне будет чикнуть, чтобы деток от него дождаться от пня. У меня тоже там вот воздушные корешочки есть. Но пока этот пенек маловат. Я люблю пеньки побольше. Хотя, знаете, друзья, вот насчет пеньков. Некоторые растения дают в большом количестве деток только от коротких пней. Если пень будет длинной, то деток мы, ну, дождемся, но в меньшем количестве. Это вот, допустим, так ведет себя авторглоу. Если оставить большой пень, там, сантиметров 6-8, то на этом пне вырастет там одна-две детки. И то они могут даже не развиться. Я не знаю, с чем это связано. Но на корну, видимо, может быть, питательные вещества плохо поступают на длинное, на большом расстоянии. Не знаю, не могу сказать. Просто мои предположения. Но на коротком пне детки развиваются хорошо и развиваются стремительно. И их бывает много. Но, опять же, повторяюсь, не на всех растениях, не на всех ахивериях. Это моя суйон. Очень много у нее сухих листьев. Надо ее все общипывать. Но это я буду делать, когда буду подкармливать октарой. Потому что все тут будет, вода в поддоны будет литься. Потом ее нужно будет в поддоны помыть. Все это нужно будет привести в должный вид. В общем, это как бы работа на следующем этапе. Ну, что про нее можно сказать? Конечно, форма немножко у нее стала другая. Вот розочки эти подраскрылись. Листики эти немножко раскинулись. Но цвет пока не меняется. Она очень хорошо бывает окрашена и под лампами. Но на улице, конечно, она вообще вырви глаз. Вот те, смотрите, те розеточки, которые находятся, на которые не попадает прямой свет от лампы, вот они уже зелененькие. Вот эта зелененькая, вот эта зелененькая. Ну, а вот те, которые находятся непосредственно под лампой, они, конечно же, краснее. Намного краснее. Но все равно общий вид. Конечно, этот куст я его обожаю. Это самый мой, наверное, шикарный куст, который у меня есть. Но сейчас еще появился точно такой же куст. Крестатная эхиверия. Что-то там с ангелом связано. А, вспомнила. Ангел Винкс. Ну, тоже примерно так же выглядит. Но вот это, конечно, поизящней. Даже поизящней ангела. Друзья, это эхиверия зора. Я ее покупала вместе с вашими растениями, которые тоже вы у меня покупали месяца два, наверное, назад. Была она вытянутая. Листья эти были длиннющие. Сейчас они, которые были самые длинные, они отпали. И которые были ломаны. Я причем оставляла себе самую ломаную розетку. Но вот все уже листья, вот эти ломаные, они отсохли. Достаточно быстро растет. Но вот не окрашивается. Конечно, цвет зора под моими лампами пока у нее нет. Но все равно у нее наращивается компактная макушечка. Очень хорошо развиваются кудряшечки. Розетка сформирована правильно. В общем, я считаю, что она нормально развивается. Ну, цвет будем ждать тогда, когда переедем летом, весной, вот на эти полки обратно. Вот тогда будем ждать цвет от нее. Ну, а то, что сейчас с ней происходит, меня радует. Неплохо она выглядит. Сейчас сухие листики тоже обдеру. Ну, один там сухой лист. Вот этот я трогать не буду. Ну, пока зелененькая. Но она стоит действительно вдали от лампы совершенно. То есть она стоит возле стекла, и свет лампы до нее не дотягивается. Если бы ее поставить непосредственно под лампу, конечно, у нее уже был бы другой окрас. Это эхиверия вайт розы. Ну, вайт розы, что можно про нее сказать? Конечно, белый цвет ее летний ушел, но форма розетки у нее не изменилась. Она такая же, ну, в строю, я бы сказала. Пусть даже зелененькая, но в строю. Детка у нее вот здесь вот эта. Эта детка, кстати, размещена на Авито. А там вот на стволе еще рождается куча детей. Ну, я не знаю, когда вот на розетке развивается вот такая большая куча детей, то в большинстве случаев они, многие засыхают. Потому что розетка, ну, некоторые виды эхиверии просто не в силах выненчить вот это большое количество детворы, которое на ней размещается. Ну, может быть, и выживут. Просто их надо, чуть они побольше отрастут, их надо срезать, чтобы они не сосали соки с матери. Ну, пока их срезать, естественно, рано. Там прям пуговки еще, прям совсем махонькие. Не знаю. На камеру вроде они еще и большие, но на самом деле там, я не знаю, миллиметров, наверное, по 5-6. Это ни о чем. Такие деточки срезать нельзя маленькие. Друзья, ну и вот это чудо, я забыла, как называется. Вставлю название. Я покупала эту розетку в частной коллекции, но она была... Я как бы знала, что я покупаю, хотя цена там была хорошая на это растение, как за приличного корейца. Там были вот эти крупные листья, но точка роста там была до такой степени замученная. И ее просто... Ну, она была, эта точка роста, но листики там были совершенно не развиты. То есть видно было, что условия у этой розетки резко ухудшились, и девушка, наверное, решила ее продать. Ну, я ее купила, думаю, ну, выхожу, выхожу. Ну, вроде, друзья, выхаживается. Вот смотрите, вот эти мелкие листья, это вот те листики от той неразвившейся макушки, про которую я вам говорила. Вот смотрите, вот с такими листиками, вот эти крупные лопухи на ней были, а вот с такими листиками на макушке я ее покупала. И вот она начала потихоньку-потихоньку расти, листики стали укрупняться, потом следующий ряд пошел кудрявый, и вот этот еще один следующий ряд тоже кудрявый. Ну, нормально. Нормально. Конечно, она сейчас подрастет побольше, я ей, естественно, срублю голову, потому что вот такой внешний вид, это ужасный вид. Но экземпляр сохранен, экземпляр будет в строю, я думаю. Ну, а пень, я надеюсь, даст деток, может быть и не даст. Ну, не знаю. Короче, голову я, естественно, рубить буду, но чуть-чуть попозже, потому что вот этот ствол еще, на котором уже растут нормальные листья, сформированные, кудрявые, он еще очень молодой. А молодые стволы дают очень-очень плохо корни. То есть, чем старше ствол срезанный, тем быстрее пойдут от него корешки. Но вот такой молодой стволик, конечно же, еще не надо, я считаю, резать. Он даст корни, даст. Но розетка эта будет долго очахнуть, долго будет усыхать, долго будет стариться ствол, и только после этого, когда ствол состарится, когда он начнет усыхать, тогда он даст корни. Поэтому, чтобы вот этот этап минимизировать, нужно просто дождаться, когда она состарится сама, естественным образом, на стволе. Я ее, конечно, брала из-за формы листьев, из-за ее цвета. Цвет у нее, ну, сейчас нет, конечно, а вот на самом деле, какой должен быть у нее цвет, он, конечно, шикарный. Я влюбилась в этот цвет, я посмотрела в интернете эти растения, и вообще, как покупаю растения? Ну, вот так вот смотрю, ага, по фотографиям, вроде классные. Вот у пользователей бывает оно и таким, и таким, и таким. Но если у меня даже будет нечто среднее между этим и этим, то тоже неплохо. И вот, руководствуясь вот этими мыслями, я беру себе всегда вот так растения в коллекцию. Я, конечно же, ну, больше чем уверена, что вот таких красивых, прекрасивых растений, которые бывают там в теплицах у корейцев, в Калифорнии, ну, вот вообще во всех странах, в не наших странах, которые трудно достигаемы для нас, вот у них, конечно, бывают шикарные растения. Ну, это опять тепличные условия, это опять постоянное тепло, перепады температур есть, но они не такие значительные, не приходится по месяцу не поливать растения. Поэтому, конечно, все, друзья, зависит от условий. Ну, вот в своих условиях, я думаю, что у меня растения будут, ну, примерно золотая серединка, от самого плохого до самого хорошего. Ну, и заканчивая обзор по хиверям, на закуску вот эта вот красавица, вот эта красавица точно так же, как мой барон болт, ой, не барон болт, а лингваз, вот этот, вот этот, вот точно так же эта розетка пострадала от дождя в центре розетки, то есть все листья, видите, вот когда, как вода была налита, вот эти листья все отвалились, но макушка не загнила, то есть корочка стала коричневая на стволике, и в тот момент, когда розетка поняла, что она погибает, ну, якобы погибает, что листья у нее начали отсыхать, вот в этот момент у нее начали развиваться вот эти детки. Ну, вот эта макушка, конечно, страшненькая, вся какая-то пупырчатая, бородавчатая, но бородавки это не такие бородавки, как бывают на хиверях с бородавками, это просто видоизмененные листья от плохих условий. Я вот думаю, что немножечко я еще ее потомлю и срежу эту макушку, попытаюсь ее укоренить. Ой, и будет у меня целая куча вот этих листьев зестер. Кошмар, куда их сажать, только даже не знаю. Специально, друзья, никогда не рву листья от растений, потому что мне их, ну, реально некуда сажать. Но когда вот такое случается, ну, приходится, что делать. Вот вид сверху, как она сейчас выглядит, ужасно. Раз детка, там два детка, и три детка. Вот она родила три детки после тех того дождя, который осел в ее листьях. Печалька, ну, ничего не поделаешь. Ну, друзья, прячу эти растения, закрываю окно, пойду я греться. У нас 5 градусов тепла сейчас, дикий ветер, я просто уже околела. Еще учитывая то, что у нас нет отопления, что у меня дома дубочина великий. Пойду, наверное, надену еще пару тулупчиков, варежечки, и буду снимать дальше прокрасулы. Друзья, ну, я попила чай и посмотрела, что там уже 25 минут видео отснято. То есть, если я сейчас буду балабонить прокрасулу, то там на час точно затянется. Поэтому красулы я оставлю еще на одну часть. Всем пока, спасибо за просмотр, всем здоровых, красочных, жирных растений, всем здоровья, добра, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok